Лай собаки, смех женщины, разговор мужчин и много других звуков, записанных домофонами Новосибирска, превратились в необычный альбом. Шесть треков из жизни города можно послушать на двух музыкальных платформах. Как создавали проект диджей-домофон, узнала Анна Братушкина. Гера занимается музыкой 23 года. Со смехом признается, ноты уже не помнит. Прогуливал уроки в музыкальной школе. Но для треков Геры музыкальная грамота не нужна. Своей композиции музыкант сразу пишет на ноутбуке в специальной программе. Творить можно дома, в кафе и даже в транспорте. Недавно Гере предложили необычный проект – записать несколько треков из звуков домофона. Чтобы не взять какие-то готовые ходы или заранее заготовленные музыкальные отрезки, а именно я поставил сам себе задачу из звука лая, например, создать и звук барабана, и звук баса, и какую-то мелодическую секцию из каких-то там нескольких всего лишь навсего звуков, которые на первый взгляд для этого не подходят. Каждый день наши домофоны слышат миллионы звуков. Лай собак, смех детей, разговоры влюбленных, обсуждение последних новостей и даже ссоры. Все это и стало новым музыкальным альбомом. Над проектом «Диджей-домофон» работали два музыканта. В итоге получилось шесть танцевальных треков. Для этого диджея выбрали самые разные звуки Новосибирска из полутора часов записи домофонов по всему городу. Некоторые звуки удалили сразу, слишком шумно. Из других выбирали самые интересные, ритмичные и живые. Новосибирск – город молодой относительно других городов. И, наверное, более уместно все-таки как раз и новые технологии, и вот эту историю Новосибирска объединять как раз в современную музыку. Сейчас послушать необычный альбом можно на двух платформах – ВКонтакте и на Саундклауд. Позже треки диджея «Домофон» появятся на iTunes и Яндекс.Музыке. Анна Братушкина и Даниил Смирнов. Новосибирские новости. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.